напиши рыбалка на пару часов все документы? да, окошко определяется. хорошо друзья для тех кто хочет рыбалку для тех преград нет понимаете то есть кто-то хочет тут ищет возможность кто не хочет тут ищет отправдание проблемы или еще что-либо то есть проехать пройти можно и нужно поэтому все на рыбалку бегом на 51 52 километр 50 тут в принципе все нормально погранцы пускают поэтому проблем с рыбалки я не вижу то есть как писали в нашей группе в вайбер сообществе все для клевого днестр о том что погранцы не пускают на эту территорию мы сейчас проехали то есть собой нужно иметь паспорт проходите регистрацию в течение там трех минут на посту на таможенном все и приехали на рыбалку места есть наше любимое место на котором мы уже не раз уже рыбачили тут собирали мусор смотрите свиньи приветствую вас друзья команда все для клева приехал на рыбалку на днестр сегодня у нас 20 июля 2020 года только как раз упала вода только высохли немножко подъезды к реке и мы уже на рыбалке поэтому надеюсь что дальнейшей рыбалки будут уже чаще потому что вы как подписчики нашего канала просите о том чтобы было больше видео о рыбалке так душу разбираем я беру к нам замешиваться да я работаю на сливу на пелец один к одному добавляю туда кукурузы и депую мёдом поехали потом зайдем время две пачки в принципе мне хватит на три часа рыбалки даже с головой ну вот зато покормил рыбку и так далее нам же не жалко ты немножко оставь это самое я немножко оставлю ух ты какая классная ну дай поняку класс тверденькая такая очень будут хорошо сидеть на крючке друзья вы выловите на кормушку потап и с добавлением я буду добавлять бектыш я же хочу поймать большого карпа вот ее добавлю а Саня хочет что-то сладкого да? сладкое да сладкую сливку все я убежал я убежал друзья запах конопли просто шикарный такой яркий насыщенный ой комары я вам скажу зараза запах такой интересный поднимашка добавляю водичку второй раз мы подливаем ее поэтому не спешите сразу наливать много воды чтобы не испортить сразу прикорм чтобы дать ей возможность нормально себя чтобы она отработала нормально для того чтобы она нормально отработала она не должна быть сильно липкой тяжелой но и не должна быть сильно сухой но и не должна быть сильно сухой и реально подъезжать сюда и можно ловить то есть есть кое-где конечно где лужи где грязь но это в течение недели все пройдет и как бы уже можно нормально ловить наши ребята уже закинулись забросили один я только остался сейчас и я начну ловить друзья за ухо а комары зараза сжирают елки-палки друзья может кто-то и вас скажет вот дурак вот и поперся тут же комаров уйма но мы взяли с собой эти москитную курточку здрасте это снова мы одеваем куртку одеваем кепку для того чтобы нормально вот тут свисал вот это возле лица сеточка и все и теперь нам комары не страшно единственное что придется попшикать специальным спреем на руки но это уже чуть-чуть позже и это уже как-то уже снимает проблему друзья мы даже не взяли с собой стульчики чтобы вы понимали то есть у нас всего лишь три часа рыбалки три часа просто чтобы отвести душу как можно быстрее уже начать ловить и быстро ее закончить потому что мы не планируем оставаться на ночь как завтра открывать магазин все для клевок с утра поэтому если что заходите поздороваться на рынок початок Бочарова 50 в Одессе забрасываем недалеко буквально 15 метров этого будет достаточно потому что течение все-таки еще идет а рыба вся под берегом ну по опыту прошлого года карп был весь под берегом то есть далеко кидать не надо друзья чтобы не превращать сегодняшнюю рыбалку в комариный ад чтобы рыбалка приносила в удовольствие я сегодня в этой антимоскитной куртке от фирмы Комотек почему я делаю эту куртку от фирмы Комотек потому что она надежно защищает от комаров клещей мошки и прочих насекомых цена ее такая что любой рыбак может себе позволить ее приобрести а в таких обстоятельствах которые сейчас происходят на Дистре без нее здесь вообще делать нечего она сделана из ткани с уникальным плетением грит энд грит которая предотвращает проникновение насекомых поэтому компания Комотек которая изготовила этот костюм использует передовые технологии направленные на экологичность изделий советуюсь с экспертами в области охоты рыбалки и туризма цель компании Комотек изменить качество жизни людей дать им возможность открыть себя по-новому превратив активный отдых на свежем воздухе в удовольствие первые 15-20 минут рыбалки ловил на червя но пока что на червя вообще ничего не было ни одной поклевочки попробуем на кукурузку за парышем опарыш такой какой-то вяленький ну ничего ну ладно чтобы был его сыр крючок о попробуем на такую красоту подлещик на червя первый у нас первая таранечка жирная такая красивая слушайте мерная то что надо смотрите просто супер первый контакт иди мы пришли не за рыбой а с задовольствием второй подлещик я на горошек уху друзья подлещик на горошек Но при этом хочу сказать, что по поводу ветра, обратите внимание, такое ощущение, если вы посмотрите на реку, что течение идет влево, на самом деле течение вправо, но из-за бокового ветра южного, которое выносит в воду с Днестровского лимана, то кажется, что как будто течение справа налево. При этом в южном ветре рыба неохотно клюет, и это видно, но ничего, все равно варианты для ловли рыбы у нас есть, в любом случае. Плыви, форест. Первый карасик на червя. Друзья, наступило время молодой сахарной кукурузы, которую можно не только есть, но и использовать в рыбалке. Поэтому сейчас попробуем половить нашу рыбку в Днестре именно на вот эту молодую кукурузку. Просто бомба. Потому что она. Чтобы всем было сладко. Угу. Ну, вряс его. Угу. Ладно. Червяку подсадил свежую кукурузку, то, что тут же кушали. И вот сразу же поклевка, буквально 2 минуты, только закину. Еще и крупный бычок, как для Днестров. Бедный подлещик забагрился. Я думаю, что он так тяжело идет. А он забагрился. По такой же схеме бутерброд, червь и кукуруза. Опять подлещик, друзья. Что-то у меня караси не хотят клевать. У Саньки клюют, все нормально. А у меня он, да такие. Обращаюсь сейчас вот к этим нелюдям, которые оставили после себя мусор на берегу. Посмотрите. Уже даже собрали вроде как в пакеты. Да. И не хватило сил положить это все в машину. Даже, посмотрите, кидают даже вот эти самые батарейки. Нормальные вообще. Вот как понять таких людей? Вообще непонятно. Ладно, мы сейчас это дело все соберем и заберем с собой. Но я всех вас очень прошу, друзья мои, кто на берегу, не оставляйте за собой мусор. Делайте замечания по таким вот отдыхающим недорыбакам. Не бойтесь их и делайте им замечания. Заставляйте их убирать за собой их мусор. Мы это все убирали на субботнике. И, к сожалению, сейчас из-за эпидемии коронавируса до сих пор невозможно нормально собраться всем нам. А нас будет больше, чем 200 человек для того, чтобы убрать реку Днестр. Но каждый же может за собой разобрать мусор, ведь правильно? Ну куда это годится? КОНЕЦ 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 Что, макушальтик сработает? На грану его, слив его Ух ты, супер Красавчик Вот так вот под вечер, да? Ну-ка, классный карасик Осталась резинка от граны Санячик, молодец Спасибо Друзья, вечерний подлещик очередной Как красавец На этом, наверное, будем закачивать рыбалку Уже практически 9 часов, уже солнце садится Скоро уже будет темень Надо еще успеть собраться Поэтому на такой прекрасной ноте мы будем завершать рыбалку Друзья, так заканчивается наша рыбалочка Рыбу мы поймали? Рыбу поймали Отдохнули, отдохнули Мусор убрали, убрали Рыбу пустили? Отпустили Вот так, друзья, должно заканчиваться каждый ваш день Если вы на рыбалке И не только Хочу сказать по поводу мусора, ребята Приезжайте на рыбалку Собирайте все, вывозите по возможности А точнее, вывозите Потому что вот этот срач, это, конечно, никуда не лезет Оставайтесь с людьми, в первую очередь Да По итогам сегодняшней рыбалки Конечно, лучше всего Вова отловился на анис Как ни странно, да? Я вот думал, что конопля будет в тренде Оказалось, что анис в тренде, да? Анис, да, работал хорошо Да Анис и горохова Гороховый стик Гороховый стик, бля Да Гороховый стик с анисом был лучше всех У тебя, Саня, что было? У меня три карася Три карася Я только пучковал, кидал только на крупняк Но поймалось не только три карася Ну, тоже неплохо Тоже неплохо За такой короткий период времени Да, у меня на коноплю в основном подлещики ловились Ну, как говорится, маемо, что маемо Друзья, если было видео полезным, ставьте лайки Не забывайте заходить в наш магазин На Бочарова 50 Все для клева В котором есть весь ассортимент То, что мы использовали сегодня на рыбалке От катушек до прикормки И крючков в том числе Поэтому заходите, будем рады пообщаться вместе с вами Ну, а так, если что, встретимся на рыбалке Всем удачи, всего хорошего Пока